Мама КМП или Kill Me Please Самые трешовые истории из реальной жизни со всего интернета Моя умница дочка пришла из школы и сказала, что у них в классе повесили плакаты с номером телефона, по которому можно звонить, если тебя обижают родители Я и попытался объяснить, что это для тех детей, которых по-настоящему обижают, не кормят и тому подобное На что она мне ответила, нет, нам все объяснили, можно звонить, если ругают или заставляют работать Теперь все домашние дела, которые раньше она выполняла без напоминаний, посуду помыть, в комнате прибраться, делаются после примерно такого диалога Вымы посуду, ты меня заставляешь работать, позвоню, накажу, позвоню, ладно, звони, тогда тебя у меня заберут, будешь жить в интернате Только после этого что-то делает, и так практически все время Не верил в миф о том, что если засунуть лампочку в рот, то ее уже не вытянешь без помощи врача Вот проверил недавно Было очень стыдно идти с ней к Лору и еще сидеть в очереди Я родилась в мусульманской семье и всю жизнь жила по строгим правилам Мама умерла, когда мне было 10 лет, и отец женился на другой Я ненавижу эту женщину, и даже не потому, что она чужой человек Дело в том, что она оказывает сильное влияние на моего отца Ей хочется богатой жизни, чтобы отец уделял внимание только ей одной После ее разговоров по душам, отец решил, что идти в институт мне вовсе не нужно Это лишняя трата денег, и поэтому меня нужно отдать замуж, чтобы даром не пропадало Договорился с другом, у которого есть сын И теперь сразу после окончания школы меня ждет свадьба с человеком, которого я не люблю И более того, уже начинаю презирать Сказал, что если я начну перечить, выгонит из дома, раз я такая самостоятельная Моя мама, кажется, совсем сошла с ума Сколько я ее помню, она была очень женственной и всегда следила за собой Ходила только в платьях и юбках, даже зимой в минус Но когда ей исполнилось 45, мой отец бросил ее очень жестко и неприятно Оставил кучу долгов, уехал с любовницы, да еще и добился ее увольнения с работы Дружил с ее начальником Для чего он это сделал, не знаю Она у меня сильная, поэтому с проблемами справилась Однако год назад мама начиталась каких-то книг по личностному росту И теперь заявляет, что она мужчина Подстриглась под мальчика, одевается в мужское и так далее Вы можете сказать, что ничего такого Но есть одно большое но Сейчас она заказала специальный бандаж, имитирующий мужские прелести А чтобы привыкать, засунула в штаны шланг Теперь носит обтягивающие джинсы и пристает к моим подругам Я люблю свою маму и не хочу ее обидеть Но и не говорить о том, что она выглядит странно, я не могу Как помочь ей, я не знаю И каждый день испытываю чувство вины за это Я встречаюсь с парнем уже год Он с Африки И каждый, каждый, кто первый раз видит моего парня Обязательно интересуется у меня А правда, что у него питон в штанах? Моя жена любит смотреть взрослые фильмы И не скрывает этого перед друзьями Когда ее начинают подкалывать, она отвечает Идите нах, дайте за девочек порадоваться Хоть у кого-то в этой жизни сложилось с кексом КМП Малыш, а как же я? Я ведь лучше собаки Сидели за столиком в баре, я и двое друзей Естественно, выпившие обстоятельно Тут такая история, что одному пришла повестка в военкомат А через пару месяцев 27 лет и военник в руки Посидели, посмеялись Ну, тут я предлагаю Ля, а давайте руку поломаем На месяц, другой отсрочка и все Под датом эта идея показалась офигенной Тут другой говорит, мол, Калиан Пойдем в туалет, выйдем На стол руку положишь А я сверху прыгну и поломаю Я остался сидеть А они благополучно потянулись к уборной Дальше я не знаю, как они там прыгали и че ломали Но как итог У того, который прыгал, поломано две ноги А у другого фингал под глазом И зеленая форма на полтора года КМП за мой тупой совет Хожу в больницу, пишу письма Довольно долгое время встречаюсь с очень порядочным молодым человеком У нас все замечательно, но я обнаружила на его компьютере Истории сообщений годичной давности Он флиртовал и клянчил в фотке школьниц 15-16 лет Я никогда его не ревновала Но на это закрывать глаза не могу Женщина, которую я любил Именно из-за схожести наших ситуаций Потом полюбили друг друга Потом женились Она забеременела Мы старались, чтобы беременность была идеальной Нам это в принципе удалось А теперь угадайте с трех раз Какой диагноз и почему у нашего ребенка? Я вешу 146 килограмм Не могу так жить Поехала в самый крутой фитнес-клуб И купила там абонемент на два месяца за бешеные деньги Пришла туда, а там полный зал Гламурных кис и товарищей кавказской национальности Спортом никто не занимается Все только ходят и понтуются Все взгляды естественно на меня Ведь пришла супер бочка жира Даже не бочка, а танкер Я без физподготовки села на велотренажер Не смогла проехать больше четырех минут Слезла, обливаясь потом Вижу, меня уже обсуждают, хихикают Иду на беговую дорожку Включаю ее Обнаруживаю, что могу идти только на самой небольшой скорости За моей спиной уже ухо хатывается В зеркало увидела, что за моей спиной какой-то молодой Изображает мою походку Хожу я очень сильно переваливаясь Свернула шею, чтобы посмотреть на него Оказывается, на беговой дорожке нельзя смотреть назад Я потеряла координацию Упала на проходящую мимо девушку Она заорала, что я ее раздавить насмерть хотела Я выскочила из зала Вся потная, красная Изгорая от стыда КМП Я больше не смогу туда вернуться И кажется, навсегда останусь горой Как раз, когда я решил познакомить родителей со своей девушкой Ей стукнуло в голову покрасить волосы в розовый цвет Уже договорились, в субботу идем к родителям Они очень строгие Моя мачеха старше меня на 9 лет Моя мать умерла, когда мне было 4 года Отец женился на ней, когда мне было 10 Сначала у нас были отношения не очень А потом она стала моей единственной и самой лучшей подругой Теперь они разводятся, потому что он полюбил другую 18-летнюю украшенную стерву Она с Украины и уедет туда после развода А я ничего не могу сделать Мне 16 лет У меня никого больше нет Когда последний раз вы обнимались? Как часто вы это делаете? А вот я даже не помню, когда в последний раз меня обнимали Родители растили меня в строгости Никаких нюней не было Когда мать пытается приласкать меня Я резко отстраняюсь и плачу Я симпатичная, но так сложилось Парня у меня нет Я ловлю каждое прикосновение парней Даже тех, кто мне не очень-то и нравится Это доходит до сумасшествия Вчера растрогалась от простого рукопожатия Мне не хватает нежности, как бы глупо это не звучало В воскресенье нужно было встать в 7, чтобы встретиться с мамой, которая была проездом в городе, где я сейчас живу А так получилось, что в эту ночь переводили часы на час вперед Я перевела часы на телефоне на час вперед, завела будильник, легла спать А часы автоматически перевелись еще на час вперед В результате я встала в 6 утра в воскресенье на учебу и то позже встаю В результате все проспала Скоро мне 30 Я все еще ни разу Знаете, сколько раз в моей жизни парни пытались ухлестывать за мной? Два Один раз в школе, но увы, я была в том возрасте, когда час девочек уже ходит на свидания А другая все еще в игрушки играет И я была из второй категории Словом, не оценила я его романтических порывов Другой раз был в студенчестве, но прежде чем у нас дошло до дела Я узнала, что параллельно со мной он мудит еще с двумя девушками С тех пор все глухо Пыталась знакомиться сама или через подруг Либо после первого свидания со мной прощались, либо завязывалась дружба То есть дружить со мной парни не против Они вполне признают, что я милая, веселая, добрая Но видимо не настолько, чтобы кто-то хотел попробовать со мной отношения При этом объективных причин я не знаю Подружка рассказала мне по секрету, что мой муж любит побаловаться веществами Но я решила с ним насчет этого разобраться Начала разговор издалека Ты ничего не хочешь мне рассказать? Короче, мне муж изменяет А моя сестра, милая и добрая, обожаемая старшая сестренка С которой у нас разница в возрасте 14 лет Для нас с братом-близнецом вовсе не сестра Она нам очень даже мама КМП, иногда правду лучше не знать Люди, запомните Никогда, никогда и ни при каких обстоятельствах Не покупайте костюмчики и игрушки Для своих девушек в интернет-магазине После 6 лет встречаний Решили разнообразить свою жизнь Купил, не успели прийти, расстались По совершенно непонятной причине Прошло 2 года Встретил другую девушку Полюбил, опять купил Не успели дойти, расстались Девушка удаляет волосы На ногах, подмышках Моим бритвенным станком Объясняя это тем, что это ее заводит Свадьба была назначена На начало июля прошлого года Присматривали колечки Были взаимные признания в любви Знакомство с родителями И друзьями жениха Но все это с самого начала Оказалось лишь способом Развести меня 19-летнюю студентку на кекс Цена вопроса всего 200 рублей Госпошлины для ЗАГСа И розовая бумажка С датой и временем бракосочетания Дешево и сердито У меня две дочки-близняшки Муж хочет сына Решили рожать Сегодня было на УЗИ Опять двойня Пол не видно Муж сказал, если девочки Будем рожать еще Встречаюсь с девушкой Больше четырех лет Все замечательно Было Вчера приходит СМС от нее Милый, ты готов? Приходи, я готова Интересно, куда и как? Я уже четыре месяца в армии КМП Я на ней жениться хотел У моего парня встает На свое отражение в зеркале После болезненного разрыва С молодым человеком Я не хочу пока заводить Отношений напрочь Решила подружиться с одним парнем Он мне нравился как друг Думала, что он тоже относится ко мне Как к подруге Оказалось, я ему безумно нравлюсь Это поставило меня в тупик Так как терять я его не хочу Как друга Ну и не знаю, как помягче отказать Решила я сама ему разонравиться Пригласила гулять Надела широкие штаны В военной расцветке Старую рваную куртку Не мыла волосы Завязала их в пучок Надела кастет Взяла горсточку семечек Разучила несколько фраз В стиле гоп-стоп И встретилась в таком виде с ним Сначала по его выражению лица Он был очень в шоке Я еще употребляла такие фразы Слышь, купи мне пивка, а? Оля, что-то срать хочется Потом по телефону он мне признался Что рад, что я оказалась такой А не той женственной, с которой он познакомился Что такая нравится ему гораздо больше Мне 39, дочери 15 У нее почти третий размер У меня первый КМП Вчера собирались на день рождения к другу Внезапно разболелась колена Обратилась к своей любимой маменьке С вопросом, что делать Она быстро достала какую-то мазь Причем сказала Не экономь крем, маш побольше А потом еще и замотала мне ногу Теплым шарфом Для скорейшего эффекта И ушла на прогулку с собачкой Спустя 10 минут после их ухода Я была готова кричать в голос Спустя 15 минут почти плакала Жжение было невероятным Быстро снимаю шарф Нога распухла И такая красная Как будто я только что Опрокинула на нее чайник с кипящей водой Побежала в душ То хнычу, то кричу от боли Не помогает Терла скрабом Мазала кремом Спрашивала у гугл Как сделать так, чтоб отпустила И тут возвращается моя маменька И без малейшего удивления говорит Ну так еще всю ночь будет КМП, мне кажется, она сделала это специально 1 апреля у прабабушки день рождения Ей 86 Встаю я, значит, часов в 10 утра Начинаю ей звонить Не отвечают Безответка продолжалась часа 4 Потом решил я поехать к ней Причувствуя самое ужасное Приезжаю Открываю дверь Вижу в коридоре трость И ступни, торчащие из-за угла Думаю, все, блин Подхожу и тут бабуля Как ни в чем не бывало Вскакивает Орет с первым апреля И стреляет мне баллончиком С краской для лица в морду Сегодня с парнем решили заняться Этим на кровати родителей У меня конец месячных Поэтому там был тампон Он в порыве страсти Вытащил его А я кинула его на пол Думаю, потом подниму Ага, как же Вспомнили о нем уже около 12 ночи Я, естественно, у себя дома А его мама в своей комнате Либо она тампон не нашла Либо решила тактично промолчать Мне стыдно теперь ей в глаза смотреть Я суеверный, очень Я шарахаюсь от черных кошек Не хожу к гостям, живущим в 13-х квартирах Или домах И так далее Все серьезно Ни один год пытался бросить курить Ни в какую Решил воспользоваться своими предрассудками И загадал, что если закурю, то пусть умрет моя любимая Почему не я? Люблю ее больше себя Докурил сигарету и больше не курил Вообще не хотелось Спустя два года, немного выпив Позволил себе выкурить одну сигарету Любимую сбивает машина Пристрелите меня, пожалуйста Или загадаю на себя Никогда не читайте переписку своего мужа или жены Не взламывайте вконтакт или мыло Делюсь опытом Взломала его страницу Читая его диалоги с юными барышнями во взвинченном и нетрезвом состоянии Я многое упустила из контекста Выдернув лишь самые обидные для меня фразы И абсолютно не заметив слов любви в свой адрес Нахлобучив себя всей этой дрянью Устроила разбор полетов Теперь сижу остываю и заново перечитываю те же диалоги Оказывается, любит, хоть и достается ему от меня На что он и сетует всем подряд У меня есть сестра-близнец Но мы с ней совсем разные по характеру Она женственная, изящная, умничка-лапочка Любимица родственников и душа компании А я какая-то нескладная Хоть вроде фигуры у нас одинаковые должны быть Пацановатая, неуклюжая бука Не умею ласкаться и молчу на людях У меня нет своих друзей А в те редкие случаи, когда сестра приводит меня в свою компанию Я только смущаюсь и прячусь за ней В итоге весь мир, кажется, воспринимает меня Как неудачную демо-версию моей сестры Мои родители не разговаривают друг с другом уже пять лет Хотя и живут в одной квартире Просто делают вид, что другого не существует Контактируют только через меня Угораздила же пошутить на первое апреля Хотела разыграть маму Испачкала ложку содой В мусорное ведро кинула якобы использованный шприц И ушла из дома Прихожу, налетает мама, дает пощечину Кричит Никакие уговоры, что это первоапрельская шутка не подействовали В общем, в понедельник идем сдавать кровь Первого апреля решила прийти домой пораньше Напугать мужа Да, именно напугать с порога Он так часто делает Пришла, а он дома, в комнате Думаю, резво влечу в комнату и испугаю Влетела Он душит удава на фото нашей соседки ВКонтакте КМП ПС Да, таки напугала его сильно Мои родители живут в браке 17 лет Сегодня мать попросила зарегистрировать ее на сайте знакомств Открытым текстом заявила Хочу быть с мужиком На мой вопрос, как же папа и я, ответила Твоя мать будет счастлива Неужели от этого тебе будет плохо? Мне, увы, всего лишь 15 Очень долго любила одного парня Думала ответить на чувства и так далее Но нет, ноль внимания Спустя много лет, когда уже вышла замуж Родила двоих детей Он заваливается с цветами и говорит Я давно тебя люблю Но видел, что невзаимно и молчал Где же тебя носила 10 лет? Я 4 года замужем Все было хорошо Жили мирно Две недели назад он стал поять схему для системного блока С тех пор к нему нельзя подойти Когда что-то не получается, начинает орать, как бешеный А вчера кот хотел поиграть какой-то деталькой Так он стал кота бить ногами Я, естественно, прибежала, стала кота отнимать И он меня со всего размаху кулаком Я на пол упала А он говорит Сама виновата Нечего лезть Его, видите ли, кот чуть не поцарапал из-за меня Не знаю, как дальше жить с этим человеком У нас с женой давно не было кекса Очень давно В один прекрасный день По крайней мере, день начинался хорошо Супруга с детьми уехала в цирк Я купил пивка Взял газетку И тут, мой взгляд, упал на девчонок по вызову Час на дорогу до цирка Три часа там и час обратно Короче, времени много Вызвал девушку Сижу, жду Не везут В общем, сходил за пивом Потерялся во времени Привезли Мы расположились Дверь на всякий случай запер изнутри Звонок в дверь Мои приехали Открыть-то никак Я ее в шкаф Жена увидела женские туфли Вопрос, чьи? Я ей, мол, соседка приходила Просила электрику посмотреть Спрашивает А в чем же тогда она ушла? Отвечаю Не знаю А сам соображаю Как бы мне всех погулять По-быстренькому отправить? И тут голос дочери из комнаты Мама, она здесь! Последний день отдыха За пять часов до самолета Потеряла кошелек С абсолютно всеми деньгами Около 20 тысяч рублей Кредитками Водительскими правами Чипом в университет И багажной квитанцией От сданного в камеру хранения багажа Путешествовала одна Друзей в стране нет Из денег Три евро на телефоне Даже не могу заплатить в кафе Или добраться до аэропорта Вчера с мужиками Зашли после работы ко мне А в коридоре на полке Валяется использованная прокладка Дома была только дочка Жену мы встретили Когда развернулись И пошли в кабак Стыдно перед мужиками И блевать хочется Мы с подругами Ходили по Арбату С табличками Обними меня Фри хакс Обнялись симпатичными иностранцами Поцеловались Потом снова с ними Случайно встретились Познакомились Пошли гулять по Арбату Вместе Узнали много нового И рассказали тоже Языковой барьер Совсем не преградой оказался Крис и Джон Приехали из Калифорнии На каникулы Уезжают через 4 дня Влюбилась И хочу с ними Мой брат-близнец Нам 24 Только что жахнул девушку Мою девушку Которой я сегодня Хотел сделать предложение В моей квартире В которой находились Еще ее родители Самое крутое Что когда я спросил у нее Что в общем-то произошло Она с невозмутимым видом Ответила Не волнуйся Ты в этом гораздо лучше Спасибо, что проверила Вот теперь КМП Никогда не смотрела Сумерки Справедливо считая Данный киношедевр Недостойным внимания На днях мой парень Посмотрев с друзьями Эту картину Пришел к выводу Что он вылитый Эдвард И теперь ласково Называет меня Беллой Фу Это еще что Сегодня вечером Этот укусил меня за шею Да так что аж кровь пошла Вампир фигов Ему 25 Я за него замуж собиралась Блин Играю в рок-группе Стали известны Нас пригласили на небольшой фестиваль В другой город Во время концерта Упал со сцены Высота где-то 6 метров В итоге сломал ногу Гриф гитары Гитарный усилитель Из-за чего был сорван концерт За это нас с позором выгнали А меня уволили из группы И еще должен за усилитель 20 тысяч У меня прекрасное образование Хорошие мозги Куча идей в голове Амбиции Но когда мне надо Об этих идеях кому-то рассказать Меня дико клинит И я начинаю заикаться При этом с друзьями Я общаюсь совершенно нормально А по гей-ситуации На серьезном совещании Не смогла выразить толком Свои бизнес-предложения Потому что Как начала заикаться Сотрудница Которая видела Мои наработки На моем компе Переключила внимание На себя И выдала мой проект За свой А я даже не смогла защититься Потому что Снова начала От волнения Заикаться Я вышла замуж за гея У нас идеальный брак За полтора года Ни одной ссоры Дома идеальный порядок Всегда есть о чем поговорить Мы так договорились Дружим с детства У оба их Очень приличные родители Они коллеги по бизнесу Очень традиционных Воззрений Для них наша ориентация Была бы страшным шоком Прокрывали друг друга Я по девочкам Он по мальчикам А на людях Под ручку И Милый, милая Начала ревновать его К его парню Где-то два месяца назад Просто места себе Не нахожу Он уходит на ночь Я сижу дома Реву Кусаю себе руки Пью КМП Я влюбилась В собственного мужа И безнадежнее этого Ничего в мире Не может быть С самого детства Восторгалась девушками С шикарной шевелюрой На голове Из реклам Густые Длинные волосы Отражающие солнце Всегда следила за собой Тщательно Ухаживала за волосами И они стали такими же Как в этих чертовых рекламах Потом развод родителей Мама уехала за границу Я не могу уехать У меня диплом через месяц Пришлось жить с отцом С его новой дамой Сердца И ее 13-летней дочерью Контакта у нас Со сводной сестрой Не было никакого Ощущение такое Что она меня ненавидела Вчера она вылила В мою краску для волос Крем для депиляции Пять минут И маску я смыла Вместе с волосами Мне 21 год Я лысая Скоро госэкзамены Защита Выпускной У меня шок До сих пор Я не знаю Что делать В детстве У меня было ожирение Третьей степени Все Дальше Жрать было нельзя Мне грозил Сахарный диабет Семья Мама Друзья Родственники Родные И близкие И близкие Вечно Обзывали И унижали Объясняя Все это Тем Что так Дают мне Стимул К похудению В 9 лет Я начала Интенсивно Заниматься Спортом Села на Различные Диеты И о чудо Я сбросила Довольно Большое Количество Веса К 13 Годам Я уже Выглядела Вполне Прилично Но опять Те же Близкие Родные И бла-бла-бла Начали Называть Меня Задротом Стали Откармливать В итоге Набрала 9 килограмм Сейчас Мне 14 Вроде Не корова А обзываться Опять Стали Я развожусь С мужем Причина Не очень Обычна У нас Есть сын Ему Три года В детсад Он не ходит И с ним Дома Сидит Моя свекровь Мы с мужем Работаем Допоздна Проблема В том Что ребенок Очень капризный И скандальный Свекровь Постоянно Жаловалась На него Но вдруг Жалобы Прекратились Когда я приходила Он уже спал Свекровь Просила Не будить Так получилось Что почти Две недели Я своего ребенка В своей квартире Видела лишь Мельком Я решила Что это неправильно И ночью Пришла в комнату К сыну Чтобы просто Поцеловать Моего мальчика В лобик А в кровати Моего ребенка В возрасте Похожи Но не идентичны После долгой Руганей Криков Обвинений Что я плохая Мать И не узнаю Родного ребенка Свекровь С мужем Наконец Сознались Что наш сын Их достал Они съездили В детдом Выбрали Похожего мальчика И заменили Думали Я не замечу Разницы Сейчас Мой сын Снова со мной Этих уродов Ненавижу Того мальчика Мне до боли Жаль Жаль Что не могу Его усыновить Живем С мамой Мой бабушкой Мама Очень экономная Я просто Перечислю Некоторые Ее бзики Бумажные полотенца Она стирает Эту идею Она подчеркнула В какой-то Американской Передаче Про таких же Чокнутых Как она Туалетную бумагу Не покупают Вместо этого Летом в туалете Пучок травы А зимой Газетки Рекламные В туалете Также лежат Пакетики Я до этого Еще не докатилась Бабушка тоже Но мама Исправно Делает это В пакетик Чтобы воду Лишний раз Не спускать Моемся так Раз в неделю Я наполняю ванную Моюсь в ней Потом бабушка Потом мама Но это не мытье Так как не ополоснуться Моюсь я теперь У подруги А мама такая Ну раз мне мыться Не принципиально То и ей Теперь раз в неделю Моется Зимой суп На талом снеге Одежда Вся из церковных Приходов На окне Сушатся Целлофановые Пакетики Постиранные Стырить из Макдачной Туалетную бумагу Для нее норма Мыло отлить В баночку тоже Знаете Я молюсь Чтобы скорее Совершеннолетие Наступило Но это через год Мне 18 лет Девушка С детства Не езжу ни на чем Кроме общественного Транспорта И авто Ибо все остальное Для меня было Крайне опасно Шрамов не перечесть Недавно Отдыхали с друзьями На даче Решили поехать Искупаться Мне досталось Место На багажнике Велосипеда В общем Подскочили на камни Не справились С управлением Открытый перелом Скорая не могла Доехать 2 часа Заражение крови Ногу ампутировали По колено Познакомился с девушкой Веселая Бесшабашная Что называется С чертиком в голове Быстро стали встречаться Ну и как-то Через 2 недели Приглашает меня На дачу Где ее брат Устраивал вечеринку От города Ехали с братом И его девушкой На машине Я говорю А как обратно? Он Да я отвезу А то тут до электрички 4 часа пешком По лесу Ну ок Приехали Девушка моя Ведет меня во двор И вдруг орет Смотри Смотри Ей навстречу Бежит курица Она ей Цыпа-цыпа-цыпа И делает вид Что корм сыплет Курица подбегает А она ей Фигак с ноги Курица отлетела Как футбольный мяч Девушка ржет Я молча Разворачиваюсь И ухожу И да 4 часа пешком По лесу Под дождем Ангина И все считают Меня идиотом Типа подумаешь Животных бьет Зато веселая Мы с моим молодым человеком Три года вместе Встал вопрос о свадьбе С его родителями Не знакомо Так как живут В другом городе Решили пригласить их Погостить Да и привыкнуть Друг другу нужно Про его маму Слышала от его друзей Не самое лестное Но думала Преувеличивают В ночь Перед приездом родителей Милый сказал Не краситься Даже ногти спилить И чтоб никакого лака Маме это не понравится Ну думаю Фиг с ними ногтями Спилила А без косметики Обхожусь спокойно Она мне не нужна Просыпаюсь ночью От того Что на меня кто-то смотрит Надо мной Стоит любимый С ножницами в руках Оказывается Этот придурок Хотел остричь Мои ресницы Потому что Они Очень длинные И красивые Вдруг мама Расстроится Отдыхали С мужем и друзьями На курорте Когда отправились Покупать сувениры Произошел Следующий случай Продавец сказал Улыбаясь мне Красивым девушкам Скидка Я заулыбалась А он продолжил Но к тебе это Никоим образом Не относится И заржал И друзья заржали И муж мой Тоже заржал Громче всех А потом еще и сказал А чего Направду-то Не обижаются У меня была собака Хаски Три года назад Подарил Любимый человек Она для меня Самый верный друг После развода Никого ближе У меня нет Неделю назад Мы гуляли по парку А рядом шел мужик С ротвеллером Без намордника И эта тварь Просто спустила Поводок И сказала Фас Я даже сделать Ничего не успела Перекушена шея Не дотянула Даже до клиники Рыдаю Без перерыва Я потеряла Самое дорогое существо Из-за прихоти Какого-то подонка Владельцу ротвеллера Сделать ничего нельзя Какие-то связи Как я узнала Ему уже не раз Спускали с рук Нападения на прохожих Добрый день Еще два месяца назад У меня была Симпатичная личика Учеба И любимый человек Мне 20 лет Я родилась С некоторым отклонением Благодаря акушерке У меня с трудом Работали ноги Были как желе До пяти лет Я помню только боль И врачей Папа ушел Но мама говорила Что он погиб Моя мама работала Медсестрой Ездила на скорой Не доедала Копила на массаже И физиотерапию Сейчас я не чувствую Дискомфорта Все пришло в норму И тут меня нашел папа И мама как будто Взбеленилась Была против наших встреч С ним Говоря, что он предатель Я ее понимала Но все-таки отец И он искренне каялся Итог Папа позвал отдыхать Говорю маме Она уходит в другую комнату Думаю подуется И поймет Я море никогда не видела Она вылила мне на лицо Какую-то дрянь У меня ожоги шеи и лица Я потеряла один глаз Аргументировала тем Что я была уродом раньше И не нужна была отцу Теперь я урод И он от меня отвернется Парень поддерживает Но боюсь ненадолго Папа в шоке Мама рада Мне 34 года Я круглая сирота И всю жизнь провела в детдоме С ужасом вспоминаю то время Но я выбралась в люди Вышла замуж Родила дочку Муж знал мою историю жизни И поддержал Когда я предложила взять Двух детишек из детдома Брата и сестру Спустя полгода Муж разбился на машине По вине какого-то пьяного Но я справилась Два года убивалась на работе Только б у детей все было Да и накопления были Недавно поднялась со стула На работе и потеряла сознание Коллеги вызвали скорую У меня рак мозга Неоперабельный Третья стадия Не столько страшно за себя Сколько за детей 13, 8 и 5 лет Они же отправятся в детский дом Очень часто возвращаясь с работы Я видела в переходе метро Двух старушек Одна играла на баяне А другая пела Аккуратненькие, беленькие Но и играли плохо И пели не очень Коробочка всегда была полупустая Потом их не было несколько дней А сегодня я увидела только одну старушку с баяном Рядом стоял стульчик На нем платок другой бабушки И одна гвоздичка Та бабушка играла И у нее текли слезы Вот я пишу и сама реву Ах, если бы я давала им денег Я бы не обеднела А подруги подольше бы были вместе Внешностью я обделена Следовательно и мужским вниманием До 25 лет никогда даже не общалась С противоположным полом Терпела только насмешки в школе Как-то возвращаясь с работы Я увидела в метро симпатичного молодого человека Я не надеялась, что он обратит на меня внимание Но как ни странно Он, заметив мой взгляд, улыбнулся Выходя из вагона, передал мне записку Со своим номером и просьбой позвонить Я удивилась, но меня так задрало Одиночество, что я позвонила ему Мы договорились встретиться Это свидание было прекрасным Он пригласил меня в кафе Мы интересно разговаривали Я была просто очарована Но потом он вышел позвонить на улицу и... В общем, он слинял, оставив мне счет Когда я попыталась его оплатить Оказалось, что из моей сумки Исчез кошелек с зарплатой и мобильник Пришлось просить позвонить из кафе Позвонила маме, сказала, что потеряла кошелек А обедала одна Заявление напишу, но дело не в этом Просто мне так стыдно Я же просто хотела не быть одинокой Доверчивая и страшная Мама сдает меня в интернат Потому что она выходит замуж А я буду им с дядей мешать Жена долго упрашивала купить ей щенка Йорка Ну, подкопил, купил Оставил у соседей, чтобы утром преподнести Так как близился ее день рождения Сегодня утром просыпаюсь пораньше А она спит Иду к соседям, выношу щеночка Кладу его любимое под бочок Проснется, будет рада, что он рядом Приготовил завтрак Несу поднос в комнату и вижу, что сидит моя, простите, не худая жена на кровати И ошалело смотрит на тельце раздавленного щенка Не разговаривает со мной и собирает вещи Работаю преподавателем Недавно была практика у второго курса Я сама не так давно закончила университет Поэтому общаемся с учениками практически на равных В группе есть девочка по стилю похожа то ли на Гота, то ли на Панка Худая, всегда с очень броским макияжем Но учится хорошо, поэтому проблем с ней не было Но в тот раз она превзошла сама себя Пришла в ярко-оранжевом парике Села на первую парту, постоянно крутилась, смеялась В результате вся группа отвлекалась Я начала ругаться Сначала просто попросила больше в таком виде не приходить Но она только попросила не придираться к внешнему виду В результате завязался спор После 10 минут пришлось ее выгнать Тогда она кинула в меня париком и крикнула Довольны? Под париком была почти лысина Группа потом рассказала, что у нее рак Выпали волосы от химиотерапии Поэтому она так сильно красится А в этот день был ее день рождения И она просто хотела выглядеть ярко В университете я больше ее не видела Сегодня пойду писать заявление об увольнении Мама моего жениха была очень против того, чтобы мы с ним поженились Она себе вбила в голову, что я его охомутала И женю на себе по залету Она ставила палки в колеса всю дорогу Мы уже договорились, что вечеринки не будет Мало ли что, мама закатит Просто посидим с его родственниками А потом уже с моими, чтобы не сталкивать два мира Ок, расписались Но я нарядная все равно, муж тоже Сидим, празднуем с его родней Мама изрядно выпила И начинает Да ты по залету с ним То-се Я встаю, говорю Мама, я готова вам любыми способами доказать Что я не беременна и не планирую А она уже просто в истерике бьется Всем вокруг стыдно Муж красный весь Встает рядом со мной и говорит Мама, смотри Вот, вот тебе доказательства И со всей дури мне кулаком в живот Я как есть в белом платье согнулась на пол Сын Ну, стал бы я беременную бить Мама его не успокоилась И все равно злобно проворчала весь вечер А я ночью уехала к родителям Он звонит и пишет смс Что случилось? Он не понимает В прошлом году, в свой день рождения Я выходила из подъезда И сзади платочком мне прикрыли рот и нос Очнулась на том же месте Телефон на месте, деньги тоже Ничего не поняла Возвращаюсь домой В ступоре открываю дверь А там другая мебель и незнакомые люди На вопрос, как они здесь оказались Сказали, что уже год квартиру снимают Я все в том же ступоре выхожу из квартиры Проверяю номер дома, название улицы Звоню друзьям Я сирота, а они мне поголовно отвечают Что знать меня не знают И вообще, чего это я им названиваю? Три раза на улице осведомилась про город Потом легла на улице и заплакала Умом тронулась В общем, мои друзья устроили мне этот сюрприз Ждали меня в моей квартире, мол, что я вернулась А я теперь каждую весну и осень стабильно в психушке Живу на последнем этаже Заметила, что на пролете, что ведет на чердак Часто спит бездомный Стала выносить ему еду в полночь В это время он приходит Он безобидный, тихий и не мусорит А у меня часто остается домашняя еда Почему бы и не отдавать ему Вместо того, чтобы выкидывать Так и жили Вечером ставлю тарелку и чашку Часто, когда его еще не было Утром забирала Тут нашла на днях записку по дверью Я вас обидел? Напряглась Дождалась его и спросила Оказывается, еда стала пропадать И он приходил к пустой тарелке На следующую ночь выставила тарелку И следила в глазок Как только закрылась за мною дверь в коридор К тарелке ломанулась бабка из соседней квартиры Я в ступоре выхожу Спрашиваю, в чем дело? Ведь видно, что она не бедствует В ответ у нее исказилось лицо от ненависти И она швырнула мою чашку с чаем мне в лицо И драпанула на скорости к своей двери Посыпая меня отборным матом От чашки я увернуться чудом смогла Мужу говорить об этом боюсь Он ее прибьет В восемь у меня появилась сестра Сразу я был в шоке Ожидал всех причитающихся ужасов на свой счет Но ничего такого не произошло Мы хорошо ладили Она повсюду ходила за мной, как только научилась На улице гуляла там, где я ее оставлял Пока мы с пацанами гоняли во что-то свое В этом плане я много помогал матери Но если уставал или был не в настроении Под палкой меня ничего делать не заставляли Все было хорошо, пока мне не стукнуло 14 К матери в гости пришла подруга Поплакаться, что ее дочка, в отличие от меня С мелким, совсем не помогает Как бы то ее не заставляла и не наказывала Все просила поделиться методами убеждения С тех пор мать стала запрещать нам оставаться наедине А потом я поступил в институт Переехал в общагу и стал общаться только с сестрой Которая тоже ничего не понимала Только спустя несколько лет мать призналась Что все это время думала, что я испытываю что-то ненормальное к сестре Потому что мое поведение показалось ее подруге странным Сколько лет мы скандалили, а я не понимал, в чем виноват Мой отец гей Расходились они с мамой с огромным скандалом Я тогда малой был, ничего не понимал Только крики и помню После развода папа меня тайно навещал Встречал после школы, деньги давал Маме я ничего не говорил Ибо ее любое слово об отце выводит из себя У папы дома все прекрасно Мужчина его потрясающий чувак Мы с ним как лучшие друзья А у меня дома отчим Придет с работы и лежит с пивом на диване На меня орет Деньги на мою учебу в свою машину угрохал со словами Я сам себе на учебу заработал и ты заработаешь Мать беременная вокруг него носится, убирает, стирает, готовит Не помню, когда мы с ней в последний раз нормально разговаривали Только подай, помоги, сходи в магазин Хочу переехать к папе Сам папа только за, хоть сегодня переезжай Его мужчина тоже рад И тут мама, как назло, уже неделю ноет Ты у меня, сына, одна поддержка Что бы я без тебя делала? И совесть грызет, и жить больше с ней и отчимом не могу Меня вчера-позавчера пытались побить камнями, а сегодня подожгли дверь За то, что я ведьма Ведьма, представляете, в России, в 21 веке, когда все сходят с ума по экранным экстрасенсам Не деревня, а небольшой промышленный городок, недалеко от областного центра Почему? Потому что 4 дня назад ко мне на улице докопался в хлам пьяный мужик Пришлось пнуть его под яйца, на что он еще больше раз свирепел и стал покрывать меня отборным матом на всю улицу Но я и крикнула, чтоб ты сдох, скотина пьяная Угадайте, что случилось с ним вечером? Захлебнулся собственной рвотой Кто я теперь? Ведьма, конечно, я прокляла А сегодня мне вконтакте написали, чтобы я вешалась Потому что один из поджигателей двери поскользнулся на ледянке и сломал ногу А второго, внимание, девушка бросила Конечно же, я виновата Плюс ко всему, у меня дома черный кот И я занимаюсь народным творчеством Шью куколок изо льна Плиту из бересты Улики, да Вчера первый раз стало стыдно за пенсионеров И я поняла, что значит бешеные бабки и детки В переполненном автобусе сидела, зажавшись в уголок сидения, маленькая хрупкая девушка Молодежь в основном уступала места пожилым Все, кроме нее Кто-то недовольно покашливал Кто-то бил ее сумкой Одна бабка навалилась толстым брюхом, но вдруг не выдержала Такая молодая, а сидит, могла бы постоять Как не стыдно Ее тут же подержала вторая И понеслось Девушка спокойно достала удостоверение и сказала Я инвалид Чем еще больше взбесила толпу Какой-то дедант, сказав Купила в переходе, грубо поднял ее за капюшон куртки У девушки случился эпилептический припадок Мы с подружкой школьницы держали ее, чтоб она не ударилась Никто не помог, все отводили глаза А когда она пришла в себя, бешеные сказали вот что С таким заболеванием надо дома сидеть, нечего народ пугать А жить-то когда? Вообще ей закопаться и умереть Моя молодая жена просто пошла в ближайший супермаркет купить продуктов на вечер Не вернулась На следующий день опознал среди прочих тел, вытащенных из-под обломков крыши Мы с мужем голубоглазые блондины Поженились год назад Почти сразу забеременела и родила Благо материальное состояние позволяет Вот только ребенок родился откровенно нерусской внешности Темненьким с раскосыми карими глазами Муж втайне от меня сделал тест на отцовство Отрицательный Выгнал вместе с ребенком в ночь На улицу подал в суд на развод Но я на момент свадьбы была девственницей И после не изменяла Как у меня мог родиться чужой ребенок Решила тоже сделать тест ДНК И это не мой ребенок Роддом ушел в несознанку Семья разрушена На руках чужой младенец Что делать не знаю Моя некогда любимая девушка, с которой встречались три года Просто, простите, чокнутая Вот моя история Сижу дома после универа Живу один И тут ко мне в квартиру врывается полиция Обыск, все дела Я сначала даже смеялся над ними Что это ошибка и тому подобное Но тут они начинают доставать из шкафа С летней обувью какие-то свертки Откуда они там появились Понятия не имею Оказалось, что это запрещенные вещества Это просто капец Я никогда даже не пробовал ничего подобного А как потом выяснилось Моя дорогая девочка Начиталась какой-то фигни про то Как одна графиня поехала за мужем в ссылку И жила там в голоде и холоде Двадцать лет, но не бросила его Эта дура подкинула мне запрещенные вещества И дала наводку анонимно Потому что хотела дождаться меня Из тюрьмы и навещать там Чем хотела доказать свою огромную любовь и жертвенность Скоро суд мне не отмазаться И светит восемь лет Недавно на соседнюю улицу приехала милиция Приехали с ордером на обыск к одному человеку Нашли большой пакет Сказали, что есть видео и фото, доказывающие то, что торговали травой Оказывается, этот человек торгует И никто об этом даже не знал Ну а что, выгодный бизнес Лишение свободы от трех до восьми лет А теперь КМП Это моя бабушка Ей шестьдесят два года Брат в конце школы подсел на дрянь Воровал из дома И родители его выгнали Я это смутно помню Мелким был Давно о нем не вспоминал Думали, он давно уже старчался Недавно нашел брата ВК и охренел Живет в столице Мы из города в двести тысяч человек Окончил крутейший вуз В месте работы указана известная компания По фоткам тоже норм Написал ему По общению нормальный Говорю, что он большой молодец, что слез с игры Брат охренел и спросил, что мне наплели родители Оказалось, его турнули из дома из-за того, что он гей Пошел к матери, она в истерику Как я посмел общаться с этим больным И вообще лучше сын наркоман, чем такой Блин, да какое мне дело Мне поступать скоро, а в нашей дыре никаких перспектив Брат считает так же Предложил пожить у него и поступать там Родители ни в какую Типа он изверг и будет меня растлевать Наорали и спрятали мой паспорт Брат посоветовал сделать справку в паспортном столе, что я его потерял Это ладно, но как аттестат буду отбивать у родителей, не знаю Возвращалась домой с работы на автобусе На одной остановке влезла бабка и не просто попросила А потребовала, чтобы я уступила ей место А мне как раз нехорошо было Живот схватывать начало больно очень Но и сказала ей вежливо, что плохо себя чувствую Пусть попросят уступить кого-нибудь другого И началось, бабка завела, какие все сволочи невоспитанные Не уважают старших и так далее Встаю, думая, что она заткнется, да и остановка скоро должна моя быть Бабка увидела мой живот Не очень большой срок был, но уже заметный И еще больше завелась Говорит, вон огуляла, теперь приличные люди сесть не могут И со всей дури двинула мне локтем в живот Выкидыш Я пишу это и плачу Наша училка по биологии уволилась Вместо нее пришла новая Ей 47 лет, она очень тихая и набожная женщина А у нас в классе есть два козла Закадычных друга, которые начали издеваться над ней Это происходит с взрослым человеком Они на уроке могут достать у нее из стола заварку И начать сыпать ей на голову Она выносит макеты, а они просто берут И играют с ними, не дают вести урок А она просто тогда садится и начинает молиться И их еще больше это злит Они хотят проверить, когда она сорвется Вчера они взяли половую тряпку мокрую И швырнули ей на стол На классный журнал и тетради Она ничего не сказала Тогда они открыли окно, вырвали из-под нее стул И выбросили стул из окна Естественно, прибежал завхоз А училка Мила улыбается и говорит Это не из нашего окна, тут ошибка И нам глазами делает, чтобы молчали И потом говорит Не надо, ребята, я уже пожила А этим мальчишкам не надо жизнь ломать Иногда умоляет нас, чтобы молчали Что нам делать? Когда мне было четыре, меня усыновила пара Мужчина и женщина Они дали мне кровь и еду Но бог свидетель, они были ужасными родителями Например, я придя домой Сразу начинал прятать еду Такая была привычка после детдома За это я получал по рукам На меня орали, что я вор, что я хочу их обворовать И так по любой провинности Спрятал конфету Я сын воров Получил двойку Сын алкашей идиотов Помню, как мама ведет меня домой после школы И говорит Не зря тебя бросили в роддоме Кому такой урод нужен? Спустя много лет, сейчас мне 21 Я наконец узнал причину такого отношения Но понятнее ничего не стало Мои усыновители и есть мои родители Мама от меня отказалась в роддоме с папой Они тогда не были женаты Но через пару лет поженились Им было 18 Родные стали давить, чтобы они забрали меня из детдома Но они послушались Но откуда столько ненависти ко мне, я не знаю Почему надо было говорить, что я сын каких-то уродов Не хотели признавать, что их ребенок такой тупой Я думаю и думаю об этом Когда мне было 7 лет, я попал в больницу Там старшие пацаны заставляли меня есть какашки И запугали так, что я боялся пожаловаться нянечкам Но ждал прихода мамы Ведь мамочка точно спасет Короче, мама приезжает в выходной Я ей все это рассказываю А она шарах меня ладонью по губам Типа, ты чего тут вздумал выдумывать? Я в шоке Издевательства продолжались Я вырос, ну честно сказать, забитым Сейчас мне 16 Решил у мамы спросить, типа помнит ли она ту историю Только начал, а она опять шарах по губам Мол, не вздумай опять про говно сказки рассказывать У меня длинные красивые волосы Толстенная коса Была Потому что на выходные к нам приехала Мамина сестра с моим десятилетним племянником Мелкий увидел мою коллекцию Я собираю фигурки по ВК и Звездным Войнам И завизжал, чтобы ему дали поиграть Я не разрешила И этот упыренок ночью пробрался в мою комнату И вылил мне на волосы клей Прямо на макушку и на уши Так, что отрезать пришлось под корень Я теперь похожа на уголовницу Как вернулись из парикмахерской Я пошла и врезала шутнику Теперь все орут Тетка на меня и маму Что мама вырастила преступницу Что по мне колония плачет Мама на тетку, чтобы убралась он И больше не приезжала Папа пытается их разнять Мелкий воет Я учусь в 10 классе Обычный прыщавый ботаник Естественно в классе посмешище и изгой Причем один такой Но 1 сентября к нам пришел новый парень И над ним тоже сразу начали издеваться Выглядел он прямо скажем странно Красил ногти в черный Волосы до пояса Мне такое отношение к нему было неприятно Так как человека оскорбляют за внешность Какая разница, пусть выглядит как хочет В один день наша гопота полезла на него с кулаками Я же встал на его защиту Дрался в первые жизни Но мы их победили С этого дня мы с ним стали общаться Но он начал дружить и в классе И вот прошло меньше месяца Теперь он крутой металлист Который дружит со всей школой А я остался одиноким ничтожеством А вчера они с теми же самыми ребятами Подкараулили меня у школы И отпинали Просто так, ни за что Стоит стиральная машина Но мама считает, что стирать нужно только руками Иначе вещи портятся С одеждой никаких проблем Но шторы, чехлы на мебель, коврики раз в месяц Смерть Еще постельное белье раз в неделю Посуду в посудомойке моем раз в месяц Когда руками совсем сложно оттирать Ванна это роскошь Только душ И через 10 минут она выключит горячую воду Из косметики у меня мыло и вазелин Лечимся травами и рыбьим жиром Если болею, то по 2-3 недели Сломала руку Сказали пить кальций и витамины Ага Рыбий жир, отвар шиповника и свекла Еще гемоглобин низкий Потому что мы очень редко покупаем мясо Зарплата у мамы больше 50 тысяч Еще алименты Квартира своя Долгов нет и мы не в столице Теперь я понимаю, почему ушел папа Примерно в 12 лет я поняла, что хочу жить одна И желательно подальше от родителей А для этого нужны деньги Я начала раздавать листовки Расклеивать объявления Перепробовала много подработок Все откладывала В 16 лет удачно устроилась в летний лагерь И заработок пошел более приличный Плюс догадалась открыть вклад и хранить сбережения там Неделю назад забрала деньги из банка Срок вклада истек И отнесла домой Решила пока подумать, сколько оставить на руках Для аренды, переезда и прочее А сколько положить на новый вклад И в какой банк Вчера мама нашла деньги и устроила скандал Якобы после смерти бабушки должны были остаться сбережения А их не нашли Естественно, я не могла столько заработать Значит, я их украла Показала два договора с банком Она даже смотреть не стала Просто порвала их Мало того, что вся семья считает меня воровкой Так еще и забрали деньги, которые я зарабатывала 7 лет Вы все равно не поверите Потому что в здравом уме это представить сложно Жила в квартире, оставшейся от бабушки Встречалась с парнем старше меня Предложила переехать Жили вместе год Однажды пришла домой, а там В зале накрыт стол, свечи, букет, роз Решил сделать мне предложение Вино, ужин, захотела спать Прилегла на кровать Очнулась в пустой комнате со связанными руками Заклеенным ртом и ногами в тазике с цементом Соседи снизу и сбоку не живут дома Угловая квартира на этаже Вы не представляете, чего мне стоило перетереть веревку об тазик Орала так, что услышали соседи через этаж Спасатели вскрыли дверь и вытащили меня через 12 часов В квартире, как вы поняли, не осталось ничего Ни мебели, ни техники, даже зеркало вынесли из ванной И никто этого не видел Милиция два месяца ищет этого человека и мои вещи А я боюсь выходить из дома и не могу понять, что это было и зачем Бабушка никогда не отличалась приятным характером Сейчас ей 81, она мой последний живой родственник и я живу с ней Она мочится в штаны, а потом развешивает их на батарее, не стирая Диван, кресла, кровать, все пропитано мочой Вонь стоит отвратительная Стирка превращается в войну за каждую тряпку У нее же все чистое Ни о каких памперсах, прокладках она и слышать не хочет Мыться не желает Может месяц ходить, уверяя, что мылась вчера Все тряпки в моче подтирается и кухонным полотенцем, и половой тряпкой Домой просто так не попасть, над дверью висит топор, который падает при открывании двери После восьми часов бабуля запирается, строит баррикады из кресел и не открывает Ночью хорошие люди не ходят, чуть что не по ее прикладывают к люкой Я пыталась уйти, снять комнату, меня нашли через полицию, опозорили на всю работу Бросила немощную старушку на произвол судьбы Хозяйка выгнала из комнаты, пришлось вернуться Не могу больше жить в этой вони, вся одежда, все вещи пропитались ей По всем общепринятым параметрам я человек успешный Образование, карьера, машина Я общителен, легко завожу знакомства, в том числе с девушками Я никогда не спал с девушкой, то есть не ночевал вместе Шрекс был и есть Красивые и всегда недолгие романы с походами в кино, на концерты, вечерними прогулками по городу Часто эти встречи заканчиваются дома у моей очередной девушки А потом я под тем или иным предлогом прощаюсь Знаю, они при этом думают Поехал к своей жене Еду к себе и ложусь спать В свою постель с клеенкой под простыней У меня ночной энурез Всю жизнь И не говорите, что это лечится У кого как Годы лечения, больницы, санатории, врачи всех мастей Дофига всяких обследований Результат нулевой Ясно же, что для совместной жизни такая проблема серьезный косяк Да и как я, взрослый мужик, ростом метр девяносто, буду объяснять это потенциальной жене Не представляю Я достаточно много добился в жизни Но так и не смог научиться тому, что умеет почти любой первоклассник Проспать до утра и не обмочиться Моя сестра красавица, отличница На нее возлагали кучу надежд Полюбила парня из Африки Родители тяжело переживали этот роман А еще тяжелее злорадство знакомых Мне было 10 лет Я поддерживала сестру Но кто меня слушал? Она настояла на своем и уехала с любимым в его страну Родители вслед проклинали Она потом пыталась выйти на связь Родители отказались, потому что она их опозорила Она объявилась только через 12 лет Нашла меня в социальной сети Ее муж сейчас замминистра у себя в стране Они довольно хорошо живут, даже по нашим меркам Трое детишек, все хорошо Она захотела приехать, встретиться с нами И тут сюрприз А оказывается, родители недавно распустили слух среди знакомых Что она откинула коньки во время эпидемии Эболы Причина у маминой подруги-крестница тоже собиралась в Африку замуж И мама решила ее напугать, чтобы уберечь А слух пошел дальше Родители теперь умоляют сестру не приезжать Чтобы не ославила их и не подавала знакомым дурной пример счастливой жизни в Африке Цирк какой-то, чем кончится, не знаю Моя старшая сестра – бессловесное существо Уже 16 лет она в коме Не двигается ни одна мышца Я думаю, ее в теле уже нет Я помню ее слабо Она была очень красивой Забеременела в 16 лет Предприняла попытку самовыпила Она была на восьмом месяце Для спасения плода в ней поддерживали жизнь Ее ребенка удочерили мои родители Теперь это моя любимая здоровая сестренка Вот только попрощаться с сестрой они не смогли 16 лет они поддерживали в неживом теле жизнь Папа умер 4 года назад Маму неделю как похоронили Сестренка не знает, что она мне племянница Ее в семейную историю не посвящали А я сижу рядом с инертным телом незнакомой мне старшей сестры И не знаю, вправе ли отключить приборы Когда мне было 6 лет, папа завел любовницу Через год мама ушла на радугу от этого И папа перевез меня к мачехе У нее была дочь Лиза на год младше меня Мы постоянно ссорились Я кричал, что это мой папа Она не имеет права его трогать Бил ее и отбирал вещи Выгонял ее из комнаты Издевался над ней как мог до 15 лет Потом папа с мачехой развелись И Лиза уехала Я поступил в институт Женился своих двое детей Ее не вспоминал даже 10 лет прошло Пришел навестить папу как обычно Он так и не женился, жил один Выпил папа душевно и рассказал Что мачеха не ушла, а померла от аневризмы Только мне мелкому не рассказали А Лизу он отдал в интернат для слабовидящих Оттуда она сбежала и через месяц ушла на радугу У меня есть шрам от ожога Большой и очень неприятный Бабушка говорила, что в два года я упала на раскаленную кочергу Я очень стеснялась и носила только одежду с длинным рукавом даже летом И купалась в футболке с длинным рукавом В 17 лет подруга предложила сделать татуировку Через три года, пообщавшись, наверное, со всеми мастерами тату в городе Изучив их работы, посмотрев море татуировок, я созрела Мастер доработал рисунок с учетом особенностей шрама и нанес на кожу Счастью, не было предела На руке качественная и красивая тату Когда работа была полностью закончена, решилась показать бабушке На одобрение не рассчитывала, но подумала, что нет смысла скрывать Она все равно бы узнала Только вот такой реакции я не ожидала Она лупила меня палкой, крыла матом, выбрасывала вещи из окна девятого этажа Но страшнее всего, что она орала Надо было тебе не на руку, а на лицо ошпарить Чтобы знала свое место Вся в мать, которая тебя нагуляла Мама ушла на радугу, когда мне был год Теперь я понимаю, почему Конец апреля Муж в автосервисе, я мою лоджию Там одно стекло никак не вымыть целиком снаружи Даже швабра для окон, сильно высунувшись из окна Тут без предупреждения явилась свекровь Увидела это недомытое стекло Я услышала, как не повезло ее сыночку с такой неряхой Чтобы не поругаться, я пошла в магазин за сладким, задобрить Идти минут десять Там встретила знакомую Вернулась минут через сорок Увидела, что скорая въезжает в варку А потом, не найдя свекровь дома Как-то догадалась Бегом на балкон, внизу люди Она лежит лицом вниз И швабра валяется Восьмой этаж Кто знал, что она полезет мыть это окно? Она сроду нам не помогала Дальше ад Муж обвинил меня Отлупил, подал в суд и на развод С работы меня уволили Хорошо, что я тогда знакомую встретила И продавщица меня знала Доказали алиби Суда не было, дело закрыли Теперь бывший муж угрожает мне, чтобы всю жизнь мучилась На остатке накоплений прячусь на съемной квартире Та квартира моя, но там боюсь показываться Так он стал преследовать стареньких родителей Забираю их к себе Я все детство было очень болезненное Почти каждый день рвало С кровати встать не могла С третьего класса домашнее обучение Постоянные аллергии Медикаменты не могла принимать Аллергия В семнадцать уехала из дома Начала жить сама Как рукой сняло Хотя была третья степень инвалидности Мама иногда возила меня в коляске Теперь мне двадцать пять На опыте старших сестер и младшей раскрылась У мамы с головой не в порядке Травила таблетками старших Мне вводила постоянно препараты, тяжелые для печени А младшую сестру настолько фанатично закармливала лекарствами, что она не выживет Скорее всего сейчас в коме Шансов почти нет Спасибо, мама, ты так позаботилась Решила я худеть Накупила всяких чаев для чистки организма Утром выпила такой чаек В течение дня живот даже не крутила Я подумала, что это очередная китайская фигня Поэтому без задней мысли пошла гулять с молодым человеком Знаете, что такое стыд? Это когда парень собрал всех общих знакомых, чтобы романтично сделать предложение А ты ничего не слышишь из-за боли в животе Стыд – это когда он становится на одно колено, а тебя в этот момент рвет прямо на парня Стыд – это когда от рвотных позывов напрягается живот, и ты больше не можешь терпеть А ты в бежевых джинсах Стыд – это когда все знакомые и друзья видят, что твои джинсы стали значительно темнее в области пятой точки Закрылась дома и даже не хочу никому ничего объяснять Моя девушка использует мою бритву, чтобы сбривать лишние волосы на теле везде Даже, извините, между попными половинками И моет она ее после себя наспех, так что там застревают волосы Купил ей женскую бритву – не использует Купил мужскую – не использует Купил себе вторую, стал тайком пользоваться второй бритвой Ей оставил первую Она увидела и скандал Ты мною брезгуешь – не разговаривает со мной Мы дружим еще со средней школы, но я всегда не могла найти себе места, когда находилась рядом с ней Моя лучшая подруга была и красивее меня, и чувство юмора у нее было отлично А я на ее фоне всегда выглядела бледной и скучной Вокруг нее все время крутились парни Я же все время была без молодого человека Несмотря на то, что тоже была симпатичной на лицо и худенькой Но в ней было что-то такое Длинные ноги, грудь, красивое лицо В общем, я и завидовала с момента нашего знакомства Мы смотрели у нее дома фильм Уже было около часу ночи, и она попросила меня остаться переночевать Когда она заснула, я долго не могла уснуть Меня как будто переклинило Я все время думала о том, как я завидую Немножко даже стыдилась этого Не знаю, как это так случилось, но я взяла на кухне ножницы И аккуратно отрезала под корень волосы и ресницы подруги Я как будто не знала, что делаю Я сбежала Я неделю не появляюсь в универе Не захожу в ИК, не отвечаю на телефонные звонки Недавно я купила красивый блокнот На обложке рисунки светились в темноте Ну и принесла его в школе подруге показать Ей говорю, пошли в туалет, выключим свет и посмотрим, как светится Делаем все, как запланировали Выключили свет и любуемся Насмотревшись, уже собираемся выходить Как вдруг я открываю дверь и заезжаю подруге этой дверью по лицу Это произошло так быстро, что я даже не поняла сначала, что случилось, пока не увидела свою подругу на полу с красным лицом КМП, дверью я ей выбила зуб С корнем Сегодня утром мне сделали надпись на асфальте под окном Но там было не «Я тебя люблю» А «Ира, сбрей усы» Я молодая мама, замужем всю свою семейную жизнь, а именно 6 лет Была абсолютно уверена в том, что муж искренне любит меня А вчера мой папочка, довольно состоятельный бизнесмен, пылу ссоры сообщил, что каждый месяц выплачивает моему мужу зарплату за любовь ко мне и за идеальный брак И даже наша свадьба – это полностью инициатива моего отца Но раз я такой плохой, то давай теперь своими силами удерживай свой брак Посмотрим, насколько тебя хватит Добавил папуля в конце Мы студенты математического факультета Мы изучаем математику, математику и еще чуть-чуть математики Это сводит всех нас с ума Человек, сидящий рядом со мной, однажды проснулся в ужасе от того, что он комплексно-значная функция, потерявшая свою степень К сессию я ночью во сне доказывала теоремы И о ужас, правильно! Кому-то это покажется смешным, но у половины студентов убита психика, самооценка и желание жить Стабильно пять человек в год с факультета уходит в психбольницу И это реальная статистика Пять лет адовой работы и все коту под хвост Потому что нет работы, куда можно это приложить У нас есть два пути С утра до вечера изучать науку и дальше Если повезет быть преподом и годам к пятидесяти начать зарабатывать деньги И второй путь целыми днями смотреть в монитор и писать код А хочется радоваться жизни, заниматься полезным и интересным делом КМП нас всех будущих, быдло-кодеров и быдло-кассиров Берущих быдло-интегралы по быдло-контуру с грустью и тоской в глазах по несбывшемуся светлому будущему Меня бросила девушка из-за того, что она не первая в списке контактов Дочку 12 лет травили в школе Я, мастер спорта из серии качок, предложил пойти поговорить с одноклассниками, запугать Дочь в ногах валялась, умоляла этого не делать Я пошел Далее мой диалог с негодяями Так, кто тут из вас лильку достает? Они передразнивают гнусавыми голосами Ктетет из вас лильку достает? Хватит тупых шуток, я с вами по-мужски хочу поговорить Хватит тупих шуток, я с вами по-мужски хочу поговорить Я, здоровый 35-летний мужик, не смог одолеть 12-летних детей-попугаев Я ушел ни с чем, они ржали мне вслед Дочь травят еще больше, ей прибавилось позору в виде беспомощного отца-качка Зачем я это сделал только? Я школьница, мне 15, живу с мамой из родственников больше никого Сама я учусь два года в престижной школе, в которую попасть невозможно, если только имеешь связи Попала я в эту школу с помощью маминой бывшей подруги Зарплата у мамы средняя Я никогда не понимала, откуда у мамы столько денег на оплату школы Когда спрашивала у нее, она начинала отшучиваться, мол, видишь, какая у тебя мама И без мужика справляется А теперь КМП Недавно я узнала, что мама должна банку 2 миллиона рублей, потому что брала кредит на мою учебу Я уже неделю живу у ее знакомой, а она скрывается от кредиторов Время 4.00, решил выйти за сигаретами Выхожу из подъезда, и тут мне в спину орет милиция, типа «Стой, иди сюда» Оказалось, у меня во дворе украли части от двух мопедов, и я, видите ли, подозрительно выгляжу КМП, в 8 утра надо было помочь девушке, а я просидел в мусорской до 12 Теперь она решила, что мне на нее начхать, и ушла от меня, а в эту историю верить не хочет Живем вместе четвертый год, иногда у него бывают срывы, и он, уйдя на корпоратив, возвращается через день Любит крепко выпить Последние полгода все было хорошо, вчера он ушел на встречу с другом, пообещав вернуться в 24.00 Я предложила его забрать на машине, он отказался Испекла к этому времени торт, ждала до самого возвращения, не спала Пришел в 7 утра, с порога начав требовать деньги на сигареты Потом завалился спать, через несколько часов я стала его будить, просить уехать Вошла в раж и упомянула друга Гея, с которым он провел эту ночь Я знала, что ни о каком Шрексе речи идти не может, но хотелось задеть, сделать больно, как он мне Он набросился и начал сжимать шею Потеряла сознание, когда пришла в себя, он ложился спать дальше Сижу с синей шеей и не могу рассказать об этом даже лучшей подруге Он спит Шел пьяным домой, вижу, стоит мопед Ну, думаю, подпалю ему пластмаску по приколу Зажигалкой подпалил ему пластмаску на ручке Смотрю, сама горит и плавится, как свеча Посмеялся, пошел домой Через пару дней узнаю, что мопед этот сгорел до железок И ведется по этому поводу расследование, как поджог Не столько страшно, сколько стыдно Было у меня три лучших друга Один у меня невесту увел, другую квартиру тетину вскрыл А третий вчера, когда мы напились и я ему в жилетку плакался, пытался меня жахнуть Нет у меня больше друзей и не будет никогда Мне 17 лет Девушка Родители с самого детства запрещали мне общаться с мальчиками В детстве я это нормально воспринимала, были только подружки Но ближе к 11, даже если у меня был где-то записан в телефоне номер под мужским именем Или со мной при родителях здоровался одноклассник, сразу начинались ругани И доставочие вопросы типа «А кто этот мальчик? Что вы с ним делали? Откуда знаешь его?» и так далее Начиная лет от 14, если узнавали, что я общаюсь с парнями, сразу устраивали скандалы И называли шлюпкой или девушкой с трассы Сейчас у меня одни подруги, родителям, и это показалось подозрительным Теперь они считают, что я лесба и запрещают общаться с лучшими подругами Мне 17 лет, живу с чрезмерно консервативной бабушкой Про бритье ног, выщипывание бровей и косметику я даже не смею заикаться Волосы ниже поясницы, все по хардкору, как говорится Вчера она нашла в моей сумке резину, которой мне подкинул однокурсник, решив пошутить Сама же я ни разу не целованная После полуторачасового крика она взялась за перо и, схватив меня за волосы, обрезала их Но погодите, еще рано заканчивать историю Как-то давно, еще в детстве, она рассказывала мне про то, как в древние времена проверяли чистоту невест Бабки совали руку девушке внутрь и проверяли, чиста ли девушка Что, собственно, моя бабушка и сделала Отправила младшую сестру 11 лет в магазин в 18.30 Она взяла свою игрушку, чтобы ей не было так страшно Вернулась домой с 500 рублей, хотя уходила со 100 Нужно было купить молоко и мороженое Сказала, что подошла тетя, начала говорить Бедная девочка, сиротка, наверное, и дала ей 500 рублей КМП, родители в месяц свыше 100 тысяч получают Много лет назад спас парню жизнь Вытащил его зимой из водохранилища А недавно узнал, что он сел за то, что угрохал жену и ребенка Жена отсутствовала дня четыре Я умудрился палец порезать, да так нифигово Короче, забинтовал как смог, решил пойти в душ вечером А чтобы не перевязывать снова, достал из коробки резину, которая валялась уже давно у нас Оба об этом знали и надел один на палец, чтобы не намочить Приехала моя любимая Полезла в эту коробку и обнаружила пропажу Объяснить ничего не смог Короче, развод Я не успела подготовиться к важному экзамену и приняла идиотское решение Запихнула под кофту подушку, которую перетянула шарфом так, что не отличит от беременного живота Однокурсники удивились, но подыграли Сдаю экзамен Беременную явно жалеют, вопросами совсем не мучают, просят не волноваться В итоге препод ставит четверку, буквально ни за что Я счастливая, встаю, беру зачетку, иду к выходу Тут навстречу опоздавший друг, видимся каждый день на лекциях Округлившимися глазами смотрит на мой девятый месяц И, думая, что тут какая-то шутка, первым делом въезжает мне кулаком в фальшивое пузо Честное слово, надо было просто повиниться перед преподом Но в ту секунду мне было так страшно, что мой обман раскроют Я согнулась в три погибели, застонала, сделала вид, что рыдаю и вышла из аудитории Я не знаю, что там было дальше, и вообще боюсь возвращаться в институт Наверняка преподу все сразу рассказали, стыдно не передать Понравилось видео? Тогда смотри нашу новую рубрику Кринж или испанский стыд?